После заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, который состоялся в среду, рынки переоценивают перспективы дальнейшего изменения денежно-кредитной политики американского Центробанка. Доллар на этом фоне теряет позиции, учитывая растерянность Федрезерва в попытках урегулировать вопрос банковского кризиса и высокой инфляции. О том, какие события могут повлиять на настроения трейдеров в течение первой половины следующей торговой недели, обсудим далее. Честно говоря, следующая торговая неделя будет довольно вялая в плане поступления важной макроэкономической статистики. И вряд ли какая-либо из перечисленных в этом видео публикаций сможет изменить тренд на рынке. Но тем не менее, все эти публикации смогут более пристальнее рассмотреть картину и определиться с грядущими тенденциями. Так что не преуменьшаем значение всех далее перечисленных событий, а принимаем во внимание и делаем прогнозы относительно ожидающих нас перемен. Итак, в понедельник эксперты института АФО представят итоги своих исследований относительно изменений в условиях деловой среды в марте месяце в Германии. Конечно же, немецкие предприниматели не могли не учесть нестабильность банковской системы в Соединенных Штатах, что явно намекает о возникновении аналогичных проблем в Германии. В стране уже были отмечены досрочные закрытия депозитных счетов, и большинство аналитиков ставят прогноз на снижение значения индикатора условий деловой среды. Хотя пока мы видим, что показатель должен спуститься вниз весьма некритично. Во вторник трейдеры будут оценивать уже настроения потребителей. В частности, в Австралии будет представлена статистика по изменению объема розничных продаж за февраль. Еще в январе был отмечен резкий всплеск потребительской активности. Но уже в феврале, скорее всего, будет отмечена коррекция подъема всего лишь на 0,4%. По сути, это тоже хорошо, учитывая январский прирост. Сильные данные вполне позволяют Резервному банку Австралии сосредоточиться на борьбе с высокой инфляцией и не опасаться угроз рецессии. Так что ждем движения котировки австралийского доллара в паре с американским в пользу именно валюты зеленого континента. А уже во время американской торговой сессии рынки будут оценивать потребительские настроения в Соединенных Штатах. Это будет расчет от исследовательской группы Conference Board. Напомним, что потребительские расходы формируют порядка 2 третий всего ВВП США. Поэтому любые исследования настроений потребителей имеют важное значение для оценки перспектив американской экономики. Снижение потребительского доверия будет являться признаком замедления экономического роста и будет указывать на то, что экономика движется к проблемам. В среду продолжится изучение информации из Австралии и попытки участников рынка предугадать дальнейшие действия Резервного банка. Готовятся к публикации отчет по инфляции, который, согласно прогнозам, регистрирует ускорение темпа роста цен. А значит, ставку будут повышать и доллар Австралии становится еще более выгодным приобретением. И еще одним важным критерием для определения состояния потребительского сегмента вновь в США будет публикация данных с рынка недвижимости. Покупка жилья – это крупная покупка, которую совершают исключительно в период предсказуемого будущего и полного доверия к экономике. И если судить по прогнозам, в американской экономике пока все неоднозначно. А на этом у нас пока все. Вы смотрели календарь Форекс-трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ, с вами была я Екатерина Стихина. О том, как будут развиваться события на финансовых рынках, вы узнаете из наших регулярных информационных видео на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok